Итак, добрый день! Сегодня мы с вами создадим блок и научимся автоматизировать вывод таблицы экспликации наших помещений для дальнейшего уже автоматизации возможности построения. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Это стимулирует меня на скорый выпуск новых уроков. Итак, я буду базироваться на нашем стандартном плане, который я уже разрабатывал. Мы ставили отдельно маркировки помещений, делали для них отдельный блок. На этом я заострять внимания не буду. Я покажу на примере общего направленности данного блока автоматизации с учетом нашего дома. Покажу, что где выделяется и что где создается. Для начала нашего построения нам необходимо с вами создать необходимый текстовый стиль. По домику мы его уже создавали, но мало ли, если кто-то пришел на канал и еще этого не видел. Итак, я зайду в аннотации. Меня интересует текстовый стиль. Выпадающая стрелочка. Здесь я что сделаю? Создам новый текстовый стиль. Назову его. Пускай он у меня будет называться 2,5 мм. 2,5 мм. Окей. Шрифт я буду использовать и секпюр. И стандартных шрифтов это наиболее используемые. Многие скажут, что подходит ГОСТ-Б. Но скажу так, что ГОСТ-Б может восприниматься у вас. А если вы выводите чертежи на печать в формате PDF, этого шрифта может не оказаться на другом компьютере. И при выводе чертежа на печать вы обнаружите то, что у вас ГОСТ-Б шрифта нету. Либо какого-либо другого. Поэтому я использую секпюр. Начертание. Курсив. Размер аннотативный. Мне нужно, чтобы он подстраивался под масштаб моего отображения. Высота текста на листе 2,5 мм. Все остальное я не трогаю. И секпюр не путайте с секпюром. Одна буква, а столько различий. Применить. Закрыть. Что я сделаю еще? Лучше всего в блоках наших все атрибуты, чтобы имели свой слой. Поэтому я сейчас создам три основных слоя, с которыми буду работать. Захожу во вкладку Главное. Свойства слоя. Создаю новый слой. Площади. Давайте я раскрою границы, чтобы вы могли увидеть, что я вбиваю и какие значения у меня там есть. Сейчас я символ какой-нибудь поставлю, пока у меня символ не появится. Я раздвинуть границы не могу. Итак, я работаю в 21 версии автокада. Переименовать тот слой, который мы с вами только что создали. Он будет называться площади. Площади. Он, видимо, не замороженный. Цвет можно использовать любой. Континес 0.25. В масштабе 1 к 100 мм это наиболее приемлемо. Следующий слой. Название наших помещений. Я буду использовать сокращение. Название помещений. Цвет я использую отлично от того, что ранее задействовал. То есть, если в первом случае у меня был черный, здесь он у меня будет коричневатый. И последний наш слой. Марка. Марка. Помещение. Цвет опять же буду использовать отличный. Все настройки те же самые. 0.25. Можно было не заморачиваться насчет создания различных слоев, но это удобнее при работе с большими какими-либо чертежами. Я никакой активный слой не использую. Теперь я создам необходимые блоки, которые мне нужны в дальнейшем для работы. Для этого, без разницы в каком слое я моделирую, я моделирую круг. Круг у меня будет 350 мм. Он будет чуть-чуть поменьше, чем те же самые кружочки моих осей. Ну, на самом деле, если маркировка будет выглядеть чуть поменьше, это будет эстетичнее смотреться на чертежи. И они должны быть немного поменьше. Что я сделаю теперь? Выделю все элементы. Ну, в данном случае кружок мой. И нажму функцию создать блок. Либо точно так же я мог создать блок через вкладку вставка создания блока. Создаю блок. Какие мне здесь настройки нужны? Ну, во-первых, название. Название у меня в нем будет и номер помещения, и площадь помещения, и имя помещения, и категория помещения. Вы задаете имя обобщенное, которое вам необходимо. Я его назову просто блок. Блок. Указываю базовую точку для вставки. Это не обязательно элемент. Это можно сделать в блоке. Я покажу как. Ну, я поставлю сейчас, на данный момент, привязку по центру моего круга. Проверяю галочку, чтобы в поведении он у меня был аннотативным. Чтобы блок у меня подстраивался под мой чертеж. Поставлю галочку. Ориентация блока по листу вы уже на свое усмотрение. Выбираете, нужно вам или нет. В зависимости, где вы выставляете маркировки своих помещений, имя помещения и так далее. Я буду использовать для таблицы экспликации, поэтому галочку я здесь не ставлю. Ок. Захожу в редактор блоков. Либо в той же самой вкладке «Вставить редактор блоков» и можно выбрать его. Либо два раза левой клавишей мыши нажать по нашему блоку и вылезет окно с редактором блока. Либо во вкладке «Главное» у меня есть возможность функции «Редактировать блок» и выбрать его. Выбираете тот путь, который вам необходим. Ок. В редакторе блоков меня в первую очередь интересует настроить все необходимые атрибуты, а потом поменяем все наши слои, которые нам нужны. Определение атрибута у меня находится в редакторе блоков. Нажимаю на него. Здесь мне нужно выбрать тег моего блока. Первый тег это пойдет в маркировка наших помещений. Марка помещений. Ну, либо номер помещения. Номер. Нижнее подчеркнение. Номер помещения. Проверяю галочку, чтобы он у меня был аннотативный. Выравнивание будет середина по центру. Текстовый стиль у меня будет 2,5 аннотативный, который мы с вами создали. Дальше. Он у нас с вами будет иметь фиксированное положение. Проверяю галочку, чтобы стояла там. Ок. И выбираю центр моего круга. Имя переедет сразу же туда, номер помещения. Следующий атрибут. Это у меня будет имя помещения. Так и выбиваю. Имя. Имя помещения. Следующее. Что меня интересует. Проверяю привязку. Будет середина по центру. 2,5. Убираю галочку с фиксированного положения. Мне необходимо имя помещения регулировать на моем проекте. Перемещать. Следующее. Нажимаю ОК. Добавляю его. Выравниваю, чтобы он у меня красиво смотрелся. Следующее, что я делаю. Снова определение атрибута. Здесь меня интересует. Пойдем сначала слева. Фиксированное положение. Ставим галочку. Так. Площадь. Помещение. Мне нужно задать функцию поле для определения площади. Чтобы программа уже сразу же понимала, что мы будем рассчитывать площади через поле. И мы быстрее будем так выполнять в дальнейшем настройку атрибута. Добавление поля. Меня здесь интересуют объекты. Имя поля. Объект. И выбираю объект. В данном случае в блоке у меня доступен один. Это кружочек наш. Нажимаю на него. Меня интересует. Площадь. Десятичные. Точность. Два знака после запятой. Захожу в дополнительный формат. Удаляем префиксы и суффиксы, если они у вас там присутствуют. Дробная часть через запятую. И теперь коэффициент преобразования. Чтобы превратить в метры квадратные, мне нужно умножить на одну миллионную. Либо поставить здесь коэффициент преобразования ноль. Запятая. Раз, два, три, четыре, пять нолей. Единица. Всего шесть нолей. Окей. Прошу прощения. Не запятая точка. Окей. Соглашаюсь. Проверяю все остальные настройки. Параметр текста. Выравнивание. Вниз. Вправо. Чтобы мы могли перемещать за нижнюю грань. Правую. Соглашаюсь с выполнением данного действия. На последнем этапе зададим еще категория помещения. Определение атрибута. Он у нас будет скрытый. Он нам необходим для таблицы экспликаций. Ставлю сразу же галочку «Скрытый». Тег категория помещения. Выравнивание середины и по центру. Анотативный. Окей. Это будет категория помещения. Что я сделаю теперь? Настрою все необходимые мне слои. Номер помещения выделяем. Перегоняю его через панель «Свойств» в маркировку помещений. Либо номер помещений. В зависимости от того, какой слой у вас был. Имя помещения. Подсвечиваю, перегоняю в слой название помещения. Площадь. Соответственно, в площадь. Для категории помещений мы с вами ничего не создавали. Площадь. Для категории помещений мы с вами слой не задавали. Он у нас скрытый. В принципе, можно его оставить в нулевом слое. Что я делаю теперь? У площади должно быть нижнее подчеркивание. Я воспользуюсь вкладкой «Главное». Построю отрезок. С привязкой. Где у нас с вами была привязка нашего номера помещения. И откладываю в данном случае, при функции ортогонального ограничения перемещения курсора, отрезок длиной десятку. Я его сделаю аннотативным. Что я делаю теперь? Расставляю при помощи функции палитры вариации блоков все необходимые параметры. Для начала захожу во вкладку «Параметры». Ставлю точечный параметр для номера помещения. Выбираем в панели «Разные» через «Свойства». не показывать «Свойства». Нам они не нужны. Имя нашего помещения. Я ничего не меняю. Площадь помещения. Для начала мне нужно, чтобы у меня могла также изменяться отрезок подчеркивания моей площади. Я ставлю линейный параметр «Расстояние». Перехожу во вкладку «Операции». Мне нужна функция «Растянуть». Нажимаю на нее, нажимаю на параметр «Расстояние». И выбираю угол, который будет растягиваться. И выбираю направление. Enter. А, объект. Отрезок. Параметр у меня задан. Что я делаю теперь? Мне необходимо добавить точечный параметр для моей площади. Привязываю его точно там же, где начало моего отрезка. Подсвечиваю его. Опять же, в панели «Свойств» ставлю обозначение «Не показывать свойства». Мне они не нужны. Теперь выбираем параметр нашего перемещения. Нам с вами необходимо, чтобы все элементы, которые у нас взаимосвязаны, перемещались как единое целое. В плане того, что маркировка кружочек с номером помещения, площадь с положением нашего отрезка и так далее. Для этого я во вкладке «Операции» нажимаю функцию «Перемещение». Мне нужно выбрать параметр. Выбираю положение как параметр. И дальше у меня окно «Выберите объекты». Выбираю все необходимые мне объекты. Нажимаю Enter. Для проверки, все ли у вас выбралось как параметр перемещения, я могу увидеть то, что... Давайте вот сейчас подсвечу. Подсвечиваю. И я вижу то, что у меня и название, и параметр выделились. Сверху проделаю то же самое. Параметр перемещения. Выбираю положение 1. Выделяю элементы. Нажимаю Enter. Я вижу, что у меня они объединились в параметры. Что я делаю теперь? Я нажимаю функцию «Закрыть блок» с сохранением изменений. Они у меня на данный момент подгрузились якобы маленькими. Но дело в том, что я работал в... Хоть и аннотативный блок я использовал, но у меня программа настроила таким образом, что у меня и мой чертеж перевелся в масштаб 1 к 1. Я могу это видеть в правом нижнем углу экрана. Я перевожу нажатый. Масштаб мой 1 к 100 мм. Я вижу то, что он у меня сразу же адаптировался. Пока старый блок я могу удалить. Мне необходимо будет проверить у него параметры. Для этого я назад захожу в редактор блока. Редактировать мой блок. И здесь во вкладке «Вставка» управление атрибутами. Проверяю, что все уме-атрибуты загрузились. Нажму функцию «Обновить». Окей. И закрую редактору блока. Вкладка «Главное» — «Вставить мой блок». У вас может появиться еще одно окно с выбором масштаба. Выбирайте тот, с которым вы работаете. Мы с вами создавали аннотативный блок, поэтому появится окно с выбором аннотативности. Номер помещения. Я буду описывать кухню. Она будет иметь номер 1. 1. Имя помещения. Кухня. Кухня. Категорию помещения пока пропускаю так же, как и площадь. Нажму «Соглашусь с выполнением данной операции». И что я вижу? Я могу переместить отдельно номер помещения. Выключу ортогональное ограничение перемещения курсора. Могу переместить отдельно название моего помещения. И могу отдельно перенести площадь. Для определения площади, чем я воспользуюсь. В панели «Свойств слоя» активирую контур площади полилинии, который был создан, либо рядышком замоделирую. Пускай у меня будет в нулевом слое какой-либо контур. И туда тоже добавлю блок. Назову его 1. Имя помещения. Пускай будет какое-нибудь помещение. И площадь, опять же, пока не задавал. Для определения площади моей кухни, я два раза нажму на свой блок. У меня откроется панель с атрибутами блоков. И в значении площади я два раза нажму левой клавишей мыши. Я сразу же перешел настройкой функции поле, где мне необходимо сделать что? Выбрать тип объекта. И выбираю контур моей кухни. Площадь. Здесь меня интересует дополнительный формат. И коэффициент преобразования. 0.1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, всего 6, 0. Дробная часть через запятую. Как только вы произведете первоначальную настройку, следующее помещение нам нужно будет использовать только коэффициент преобразования. Соглашусь с выполнением данного действия. И вот моя площадь кухни. Я могу перемещать отдельно. С нашим квадратом что? Я опять же нажму два раза левой клавишей мыши на площадь. Десятичные. Дополнительный формат. Я вижу то, что здесь у меня уже запятая используется. Поставлю коэффициент преобразования. 0.1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Окей, окей. Вот площадь моего квадрата. А теперь мы выведем данные для таблицы экспликаций. Итак, что мы сделаем теперь? Я для двух помещений использовал наш блок. Поставил площади, поставил маркировки помещений. Я воспользуюсь созданной таблицей экспликаций ранее. У меня она уже присутствует по ГОСТу. Сейчас я вам ее покажу. На одном из видео ссылку я на него оставлю. Мы с вами ее уже создавали. Она у нас полностью уже настроена под ГОСТовский формат. Что я буду делать сейчас? На данный момент я ее добавил на свое изображение. Хотя мог и этого не делать. Просто ее удалю. Пускай она у меня останется. Она у меня создана. Я ее также мог скопировать из другого своего проекта и импортировать данные. Про связь с данными у нас с вами будет отдельное видео. Что нас интересует на данный момент? Мы с вами перейдем во вкладку Вставка. Извлечение данных. Нам с вами необходимо данные по нашим блокам с атрибутами извлечь уже в готовую таблицу. Извлечь данные. Создаю новые извлеченные данные. Просто нажимаю Далее. Извлекаем туда, куда вам необходимо. Пускай это будет у меня таблица. Называться. Таблица. Тип файла. Дxe. Нажимаю Далее. Из всего набора данных, которые здесь есть, здесь и поле линии, и окна, и текст. Если нужно видео по импорту данных с чертежей, вы мне скажите. Я обязательно запишу. В комментариях напишите. Меня интересует на данный момент вот мой блок. Отменяю выбор оставшихся, выделяю просто блок. Тот, с которым мы с вами работали. Нажимаю Далее. Фильтр по категориям. На самом деле здесь категорий очень много. По всем блокам, по всем атрибутам. Кто создавал блок и прочее. Нас это не интересует. Нас интересуют атрибуты. Ставлю на нем галочку. Интересуют все атрибуты, включая категорию помещения. Нажимаю Далее. Из получившейся таблицы мне нужно убрать ненужные значения. В данном случае количество. Правой кнопкой мыши нажимаю скрыть столбец. Имя. Скрыть столбец. И теперь мне необходимо их повернуть, так как мне будет это нужно. Номер помещения. Зажатый левый клавиш мыши я перемещаю на первый показатель. Дальше идет у меня имя помещения. Потом должна идти площадь. А потом уже категория помещений. Я мог переименовать данные помещения. И использовать уже переименовать наш столбец. Так как он должен выглядеть в таблице. Но у меня уже таблица настроена. Там у меня уже все обозначения есть. Я сейчас покажу следующим пунктом, на что это повлияет. Нажимаю Далее. Вывод. Вставка. Чертеж. Таблица извлеченных данных. Выбираю стиль таблицы. Таблица экспликаций. Так вот. Если я буду использовать мою стандартную таблицу. Настройку таблиц вручную. Вот использование для нанесения меток. Таблицу со стилями моих таблиц. Я могу видеть по маленькому изображению. Давайте расширим. То, что у меня будет два заголовка. Те, которые созданы в блоке с атрибутами. Они используются как заголовок. И созданные заголовки моей таблицы. Мне не нужны двойственные показатели. Поэтому я убираю галочку. Использование имен в качестве заголовка в дополнительных столбцах. Нажимаю Далее. Нажимаю Готово. Вставляю таблицу. У нас с вами получилась экспликация помещений первого этажа. По двум только помещениям. Дальше я могу выделить необходимые мне строки. И осуществить выравнивание по нужным краям. Так как это нужно было сделать по ГОСТу. Вот при помощи такой автоматизации можно ускорить выполнение чертежей. Если вам нравятся мои видео уроки. Не забывайте подписываться. И скоро будут новые. Всем спасибо и всего доброго.